Здравствуйте, коллеги! World Food Moscow вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день! Сергей Кузнецов, вице-президент Российской Ассоциации Экспертов Ранка Ритейла. Замечательно! Скажите, пожалуйста, вы участвовали в нашей бизнес-сессии. Расскажите, какие проблемы сегодня поднимались? Что-то интересное, может быть, обсуждалось? Я не был прямым участником. Я был участником дискуссии по воле ведущего. В данной дискуссии было пленарное заседание, на которое присутствовали такие важные, то есть известные люди от известных торговых сетей и альянсов. Это и Перекресток, то есть это Вкус Вилл, Лента, а также Восточный Союз и Альянс региональных сетей. Получилась такая хорошая дискуссия о будущем ритейла, о будущем собственных торговых марок, о форматах. Скажите, вот это будущее все видят одинаково и дискуссия была, в принципе, в подтверждении других слов или все же были жаркие какие-то споры и разные взгляды на этот вопрос? Я не могу сказать, что были жаркие споры, потому что все-таки люди понимают развитие рынка. Это самое главное, и у каждого свой путь, то есть свои конкурентные преимущества, которые они, участники рынка, каждый день отстаивают своим каждодневным трудом. Абсолютно согласен. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Такие выставки в оффлайне, которые происходят и лидеров рынка собирают, собирают каких-то рядовых игроков, насколько нужны, важны в 21 веке? Или все-таки сейчас все уходит в онлайн и все партнерские отношения можно строить по интернету? Ну, смотрите, я не могу считать себя молодым человеком, и при всем при этом не могу ссылаться на это. Конечно же, онлайн очень вошел в нашу жизнь, вошел глубоко, надолго, навсегда, но тем не менее, если бы не было живого общения, я думаю, что не было бы крепких устойчивых связей, которые возникают именно в результате личного общения. И, собственно говоря, ничто не может заменить личное общение. Это мы видим, собственно говоря, по той аудитории, которая присутствует. Иначе зачем? То есть производители бы приезжали на выставку, когда можно было бы поставить свои продукты на онлайн-полку. Спасибо большое. Поделитесь своими впечатлениями от выставки. Я понимаю, сегодня первый день, может быть, у вас не было времени, но, может быть, есть какие-то чаяни и желания на эту выставку в этом году? На прошлой выставке я был, да, также год тому назад. Вижу, что количество или площади, отведенные на выставку, намного больше, да, то есть по моим оценкам приблизительно раза в два. Количество посетителей тоже вполне, то есть такое впечатляющее, поэтому вот больше, более глубоко мне не удалось ознакомиться с экспонентами, кто из каких стран. Ну, вижу, что присутствует Италия, присутствует Турция, Сербия и там другие страны. Собственно говоря, может быть, они более заметны. Насколько я помню, например, Италии в прошлом году не было. Да, вот соседний павильон у нас в Чили, я так понимаю, что географию мы расширяем, и это здорово. Пожелаем вам удачи на этой выставке и, наверное, всем участникам, чтобы они нашли в этой выставке те контакты, которые они ищут. Да, давайте совместно пожелаем всем удачи и хороших контактов и хороших контрактов. Спасибо большое. Спасибо.